МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА По реформам соцфонда, имеющие стаж по 40 лет требуют пенсии больше, чем у домохозяев, а военные настаивают оставить им обе выплаты. И зарплаты, и пенсии. Незаконные новостройки будут узаконены. Иного выхода нет. Трансформации подвергнут более 30 тысяч гектаров, но впредь государство не позволит самовольно забрать ни метра. Борьба за место в школе продолжается. Сегодня второй день электронной регистрации детей. Тревоги родителей сугубляет нехватка учебных заведений. Стройка лишь в планах. Сколько можно прогулов, какие будут полагаться привилегии, а еще при каких условиях отзовут мандат. Депутаты обсуждают закон о статусе самих себя. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И теперь об этих и других событиях более подробно. Здравствуйте, в эфире новости в студии Елена Кобзева. Непродуманное и крайне нецелесообразное. Министерство обороны сегодня так отреагировало на предлагаемую социальным фондом пенсионную реформу. Отметим, что для оптимизации средств фонд предлагает отменить выплаты пенсии военнослужащим, пока их пенсионный возраст не сравнится с гражданским. Ветераны и действующие военнослужащие крайне возмущены. Они советуют авторам этой инициативы пожить в армейских казармах в горах на границе. На себе испытать все тяготы воинской службы. И наконец понять, что не просто так военные раньше, чем остальные уходят на пенсию. Недовольства, кстати, растут и относительно других предложений соцфонда. К примеру, по увеличению пенсионного возраста для женщин. В подробности темы далее. Либо пенсия, либо зарплата. Новой пенсионной реформой, кажется, многие будут очень недовольны. И прежде всего военнослужащие. Дело в том, что соцфонд, хоть и говорит, что лишь озвучивает не свои предложения, а некой межведомственной группы, которая разрабатывала их в течение 4 лет, но по сути соцфонд их поддержал. Так вот, он предлагает отменить выплаты страховой части пенсии тем военным, кто продолжает работать на гражданке. Военные могут после оставления службы работать на гражданской службе. И вот им ежегодно производится перерасчет страховой пенсии. То есть к военной пенсии добавляется еще страховая пенсия. Ну, например, он в 45 или 50 выходит на пенсию военную, потом начинает работать и получает через год, например, страховую пенсию. Но гражданским людям, нам всем, чтобы выйти на пенсию, на гражданскую, надо дождаться пенсионного возраста. Это 58 женщины и 63 мужчины. Вот чтобы была справедливость между гражданскими и военными пенсионерами, мы предлагаем, чтобы именно вот эта страховая пенсия, она назначалась после наступления общего установленного гражданского возраста на пенсию. В соцфонде полагают, что должно быть как в России и Казахстане. Там, говорят, военнослужащие либо получают зарплату, либо уходят и получают пенсию. Ответ долго себя ждать не стал. Министерство обороны ответило соцфонду, причем с перечислением пунктов, почему считают его инициативу нецелесообразной, крайне непродуманной и неуважительной. Во-первых, военные не работают, а несут службу. Причем 80% личного состава вооруженных сил Кыргызской республики в сложных климатических и высокогорных условиях. Во-вторых, сроки выхода военнослужащих на пенсию определены не их желанием, а нормативно-правовыми актами. И основано на том, что служебное время военных составляет 10-12, а порой и 24 часа в сутки. Выходные и праздники дни нередко также проходят на службе. Таким образом, служебное время кыргызского военного 60-80 часов в неделю. Для сравнения, рабочее время сотрудников соцфонда составляет 8 часов в день, 40 часов в неделю, плюс 2 обязательных выходных. В-третьих, говоря о начислении пенсии военнослужащим в России и Казахстане, сотрудники социального фонда распространяют неверную информацию и таким образом вводят население в заблуждение. Денежное довольствие, а соответственные пенсии российских, казахских и узбекских военнослужащих значительно выше, чем у наших. В-четвертых, руководство Кыргызстана, правительство и в первую очередь президент принимают меры по повышению уровня боеготовности вооруженных сил, обеспечивая военнослужащих всем необходимым, в том числе достойным денежным эквивалентом их нелегкого труда. Тогда как руководство соцфонда своими непродуманными действиями, провокационными заявлениями и негосударственным подходом к обеспечению военной безопасности Кыргызской республики сводит эти старания на нет. А еще Минобороны советуют сотрудникам соцфонда посетить и немного пожить в воинских частях, дислоцированных в высокогорных районах, чтобы те на себе осознали, что такое ратный труд. Бывший заместитель министра обороны Мурат Бейшенов также считает, что нельзя военным просто так взять и отменить выплаты пенсии. Почему надо, значит, лишать? Он там получает 10-12 тысяч, они же не получают большие деньги. Ну, это дополнение, тем более сейчас жизнь тяжелая, я думаю, что военных в этом плане просто не надо трогать, это просто непопулярно и не надо. И потому что сейчас, тем более будоражит, сейчас общественных организаций военных, ветеранских много, если они сейчас поднимутся, это будет соцфонду, просто надо будет, стыдно, надо будет переводиться тогда в Баткен, чтобы они там посмотрели, как служба по гранзаставах, по гранотрядах. Вот и все мы имеем. Но не только по вопросу пенсии военным, накануне соцфонд обратил на себя возмущенные взоры. Он в числе остальных реформ предлагает отменить все досрочные выходы на пенсию. Отметим, если есть непрерывный стаж в 35 лет, или женщина живет и трудится в высокогорном регионе, или она многодетная мать, то на заслуженный отдых она может уйти в возрасте 45, 50 или 55 лет, в зависимости от тех или иных обстоятельств. Впрочем, социальный фонд предлагает отменить не только досрочный выход на пенсию, но и поднять в общем пенсионный возраст для женщин с 58 до 60 лет. Сегодня в фонде пояснили, что это коснется не всех, а лишь тех, кто работает на государственной и муниципальной службе. По закону на госслужбе можно находиться 65 лет, но чтобы продлить экономическую активность женщин, те, которые именно работают на госслужбе, им не 58, а 60. Это тоже только предложение, только обсуждение, какая будет реакция, поддержит ли это население, поддержит ли это парламент, мы это не знаем пока. А какая будет реакция, кажется, уже очевидно. Бурул Усупова работает оператором в одном из почтовых отделений Бишкека. Сейчас ей 65 лет. На пенсию вышла, когда ей было 50. Досрочно, потому что родила и воспитала шестерых детей. И вот ее реакция на последние новости от социального фонда. Например, если у меня было бы 80 тысяч пенсий, я бы не работала бы. А сейчас увеличивает 60 лет. Как это так? Вообще-то матери очень тяжелые. Детей много. У нас в Кыргызстане никакой поддержки нет. Вот многодетным матерью. Ну ладно, пособия. И пособия тоже, вы сами знаете, не оплачивать всем. Предлагает, кстати, соцфонд ввести и так называемый минимальный пенсионный стаж. Этот пункт из предлагаемых реформ, надо сказать, пока не вызывает больших возмущений. Как объяснили в фонде, сейчас на пенсию можно выйти любому гражданину, который практически даже не имеет трудового стажа. Когда-то в прошлом проработал официально пару лет, а затем долгие годы не работал. А с наступлением пенсионного возраста ему обязаны начислить пенсию. Теперь предлагается ее с 2023 года начислять только тем, у кого стаж имеется не менее пяти лет. Про пропуски, про отзыв мандата, про обязанности и полномочия, и про все, что связано с деятельностью народных избранников. На Конституционном комитете Джугур-Кукинеша сегодня обсуждался закон о статусе депутата Джугур-Кукинеша. Основные его моменты представил депутат Марлен Мамоталеев. По его словам, некоторые статьи были специально расширены и более подробно расписаны. Например, те, что касаются пропусков. Ранее за отсутствие 30 раз на заседаниях без веских причин в течение одной сессии нардеп угрозила лишение мандата. Теперь эта норма ужесточается. Допускается максимум 10 пропусков. Это, как отметил Мамоталеев, приведение закона в соответствии с Конституцией. Однако в документе более детально расписано, какие случаи не считаются прогулом. В их числе встречи с избирателями и встречи, связанные с парламентской деятельностью. Еще одним нововведением станет отзыв мандата, чего ранее не было. Однако от первоначальной идеи в текущем варианте закона эту норму пересмотрели. Если раньше для отзыва предполагалось собрать лишь 10 тысяч голосов, то теперь это количество увеличено. Ранее предлагалось 10 тысяч голосов для отзыва, но мы обсудили это. И если, например, взять округа, в каждом примерно 100 тысяч избирателей. В таком случае должно быть согласие половины. То есть, чтобы забрать мандат у депутата-одномандатника, нужно заручиться голосами 50 тысяч человек. А для отзыва мандата депутата по партийным спискам потребуется количество подписей, равное количеству голосов, отданных за партию, прошедшую в парламент с наименьшим результатом. Это примерно 60-70 тысяч. 10 тысяч голосов очень мало. Бывшего министра иностранных дел назначили послом в Таджикистан. Эрлан Абделдаев теперь будет главой депмиссии в соседней республике. Последним местом его работы было посольство в Германии. Он был послом в этой европейской стране с июля 2020 года, до того, как его сменил Умурбек Тикибаев. Главой МИИТ Абделдаев был 6 лет, с 2012 до 2018 года. Послом в Таджикистане ранее был Джанеш Рустенбеков. В феврале этого года его освободили от должности. Пассажирское международное ЖД-сообщение могут возобновить уже в конце апреля или же в начале мая. Об этом сегодня рассказал глава Кыргостемир Джулу Азамат Сакеев на заседании парламентского комитета по транспорту. Однако из российских направлений пока, скорее всего, будут возможны лишь Новосибирск, Казань и Досомары. Он добавил, что 5 апреля наши представители были в Москве по этому вопросу. И оказалось, что железнодорожные пути вокруг Москвы начали ремонтировать. И потому не только нашим поездам, но также для Узбекистана и Таджикистана Москва будет закрыта. Поезда станут туда ходить не раньше 2023 года. Сакеев напомнил, что из-за пандемии два года не действуют пассажирские перевозки, за исключением внутренних. Но они изначально являются убыточными для компании. Ежегодно предприятие уходит в минус на 300 миллионов сомов. Так как стоимость того же билета до Москвы в допандемийные времена составляла 7800 сомов. А проезд до Балыкчи всего 60 сомов. Тем не менее, доходы железных дорог удалось довести до полутора миллиардов. Глава компании объяснил это внедрением ККМ-машин, которые остановили коррупционные проявления. И теперь, если два вагона с грузом приходят на территорию страны, то два вагона и декларируются. Однако ситуация в КТЖ и сегодня тяжелая. Особенно состояние подвижного состава. Тепловозы, могу сказать, сейчас у нас 6 тепловозов есть. Это американские образцы в 2014-2015 году российским фондом закупались. А остальные у нас все с советского образца. И почему тоже сейчас вопрос задается, почему у вас затраты такие, почему у вас убытки пассажирские. Это все у нас идет цепочкой. Например, элементарно брать тепловоз старого образца, вот с советских времен, самый новый у нас 80-го года. Он постоянно ломается. Нужны теплозапчасти. Соответственно, масло. Если раньше, например, при выпуске он употреблял 30 литров, например, да, сейчас он употребляет 60-70 литров двойненым. То же самое и дизель. Подъезды к КПП «Акцелек» на границе с Казахстаном не пустеют. На обочине объездной трассы в сторону Иссыкуля продолжают ждать своей очереди для выезда в Казахстан более 200 большегрузов. А в нашей погранслужбе отметили, что в последние годы это постоянное явление. По их словам, грузопоток все время увеличивается, а скорость проверок машин казахскими коллегами очень медленная. Самая сложная ситуация на КПП «Акцелек» автодорожный. Небольшое скопление транспорта сегодня и близ Челдовара. Ранее профсоюзы перевозчиков много раз просили Кабмин разрешить эту ситуацию с казахским партнерами по ЕС. Проходили встречи и были достигнуты договоренности, однако заторы на границе не прекращаются. По словам ответственных госорганов, самим грузоперевозчикам следует тщательно готовиться к рейсу. И брать у владельцев грузов все необходимые документы на груз, которые достоверно будут отражать содержимое товаров. Главная причина очередей, как прежде отмечалось, это отсутствие у водителей распечатанных электронных счетов фактур. Что построено, узаконят, но новых захватов земель не допустят. Глава государства подписал сразу несколько важных документов в сфере правового регулирования земельных вопросов. Один из них указ о мерах по предупреждению и пресечению фактов незаконного самовольного захвата земель. А второй по земельной амнистии. То есть это узаконивание ранее незаконно захваченных полей и пустырей гражданами, которые уже 15 лет как самовольно построились и заселились в своих домах. А в Минсельхозе разъяснили, что только по Бешкеку легализуют 6200 участков. В целом же трансформации подлежат 32 тысячи гектаров, основная часть которых относится к Чуйской области вокруг города. Как сейчас принято ее называть, мы находимся в новостройке Усть-Конур-До. Она расположена на юго-восточной стороне нашей столицы. Когда-то все эти земли были предназначены для сельхозугодий, но в 2007 году они были распроданы частным лицам под строительство жилых домов. В настоящее время здесь около тысячи построек, вот такие вот особняки, а также фундаменты. Территория в 145 гектаров относится к Лебединовскому Аилюкмытю. В так называемом контуре 154 расположено 1078 жилых домостроений и 276 фундаментов. Согласно указу главы государства, совместно с районной комиссией и госучреждением «Кадастер» проводится работа по изучению всех строений на этих землях. По информации представителей местного самоуправления, считавшиеся ранее незаконно захваченными земли, теперь будут трансформированы. Люди получат заветную красную книгу на свой участок. В 2007 году, когда первый участок здесь расположен, общая площадь, которая составляет 37,9 гектаров, было трансформировано, то есть было принято постановление Аилюкмытю района и администрации. Но в связи с внесением постановления о моратории нарушаемой земли, данный процесс приостановится. По словам главы местной власти, после того, как все эти земли будут трансформированы, жителям, а точнее хозяевам участков, придется, скорее всего, самим налаживать инфраструктуру, своими силами провести водопровод, построить новую дорогу. По Алламедюнскому району около 1300 гектаров земель значатся в категории сельскохозяйственных. Хотя на самом деле они застроены домами. Жилых построек там насчитывается около 8 тысяч. Большинство из них были захвачены гражданами после 2007 года. И потом не раз перепродавались и переходили из рук в руки. Проблемы у нас имеются. Например, в Айлёк-Матагдубе там имеются застроенные земли, значит, алтенгазок. Там, значит, люди застроили под линией электропередачами, мусоросвалка около мусоросвалки, и где проложено высоконапорное газуэль, этот трубопровод. Вот этот вопрос возникает. Ещё там у нас в Айлёк-Петербурге есть УМЮД, подназываем такой населённый пункт. Там тоже сейчас дурщики там спорят, подают в суд незаконных, значит, захваченных земель. Если, значит, судебный процесс как пройдёт, значит, мы будем ждать. Аким района также добавил, что, возможно, людям, которые живут рядом с мусорным полигоном, предоставят другие участки, а их дома будут снесены. Но этот вопрос должен рассмотреть аппарат президента и кабинет министров. Пока, говорит глава района, ответ ещё не поступил. Но сегодняшнее узаканивание захваченных земель ни в коем случае не должно привести к тому, чтобы другие тоже начали самовольно занимать близлежащие с городом территории. Как говорят в Министерстве сельского хозяйства, акция разовая, как мера по регистрации того, что уже существует по 10-15 лет. В ходе этой кампании по легализации незаконных жилмотивов могут попасть участки с уже построенным жилым домом, участки, имеющие документы о трансформации, территории, непригодные для сельского хозяйства, сельскохозяйственная земля в частной собственности и садово-дачные участки. Также стоит понимать, что по закону за незаконный захват земель могут лишить свободы на срок до 5 лет. Из этих 32 тысяч гектаров, около 3 тысяч гектаров – это земли, находящиеся в право частной собственности, это земельные доли граждан. Вот они не захватили, а свои земельные доли использовали не по целевому назначению. На своих земельных долях, которые они должны были использовать как сельскохозяйственные, построили дома. А остальные – это те, которые орган местного самоуправления в свое время принял решение о трансформации. Но данные работу до конца не довели. По словам Кенчибаевой, по Бишкеку будут узаконены 6200 земельных участков. Под вынужденную амнистию не попадают земельные участки, которые не соответствуют санитарным требованиям, территории которой считаются спорными. Согласно закону, дачные участки теперь можно будет использовать как место официального проживания. В строениях разрешат прописываться. В ближайшее время Кабинет министров примет положение, согласно которому и будет осуществляться процедура трансформации земель. Эти три десятка тысяч гектаров в основном находятся в Сокулукском и Аламедунском районах Чуйской области, а также в городе Аше и Карасуйском районе Ожской области. Куватхуанч Пекулу, Денис Ламбишимбаев, НТС. Пока одни родители торопятся устроить свое чадо в определенную школу, другие надеются оформить ребенка в первый класс хоть куда-нибудь. Проблема с нехваткой учебных заведений стоит так же остро, как и разное качество преподавания в них. Отметим, что в последние годы столица принимает в среднем чуть меньше 20 тысяч первоклассников, а зарезервированная квота для первоклассников, например, в этом году всего 17 тысяч. На сегодняшний день Бишкек нуждается как минимум в 13 школах и 22 детских садах. Кроме этого, несколько школ находятся в аварийном состоянии и требуют срочного ремонта. Наш корреспондент Елисей Кирпиченко расскажет, как мэрии и Министерство образования думают выходить из такой ситуации. С внедрением электронной записи в школы многие родители спешат как можно быстрее зарегистрировать своего ребенка в первый класс в намеченное учебное заведение. Но учреждения, которые на хорошем счету, очень быстро заполняются. Есть риск, что даже живущий рядом со школой ребенок может не попасть туда. У других и вовсе страх, что их дитя не возьмут ни в одну школу города. Это чаще всего у мигрантов. Класса, как говорят чиновники, от образования не резиновые. Конечно, количество мест ограничено, как собственные самих школ. Наиболее актуальная проблема нехватки школ в стране однозначно в Бишкеке. Количество детей за счет внутренней миграции выросло, а строительство школ за этим процессом не успевает. Сейчас в Бишкеке имеется 97 школ. Дополнительно требуется еще 13 новых школ и 22 детских сада. В первые классы по всей стране ждут более 150 тысяч первоклассников. В столице в последние два года запарты в среднем. В первые классы садятся 19-20 тысяч ребят. А город, например, в этом году выделил всего 17 тысяч квот для новых учащихся. Это и есть повод для родителей переживать. Накануне в день открытия электронной записи одновременно на сайт министерства зашли 30 тысяч граждан. Неспроста. Мама и папа торопились устроить своего ребенка в школу. В итоге платформа дала сбой. Да, были проблемы относительно того, что не выходил адрес, не подтверждалась степень родства, система не принимала детей, кому исполнилось 5 лет и 8 месяцев, допустим. Но вот эти вот все перечисленные проблемы, они разрешены. По данным Минфокома на сегодняшний день система, она работает. Если бы все школы города имели хороший уровень преподавания, качественный педсостав, а также в округе столицы было достаточно учебных заведений с хорошим оснащением классов, такого ажиотажа бы не было, признаются родители. Сегодня же они согласны на класс и в 50 учеников, лишь бы в топовую школу. В управлении образования проблему переполненности и нехватки школ признают. И говорят, что еще 4 школы строят в жилмассивах Мурас-Урдо, Арчабишик-2, Алтынордо и Акордо. Проектная мощность новых школ составит от 800 до 960 мест. Средства на это выделены как из республиканского бюджета, так и из местного. К некоторым учебным заведениям планируется сделать пристройки, тем самым увеличить проектную мощность на 200-400 мест. Всего же к следующему учебному году планируется построить 16 новых школ. Аварийные школы у нас в городе Бишкек в настоящий момент 4. 4 школы. В трех школах уже начаты и проводятся работы. Это 10-я школа ремонтно-восстановительной работы ведутся уже. 76-я школа, 83-я школа. И одна школа осталась, где вопрос сейчас решается о сносе. Там планируется строительство нового здания. По линии Чуйского ОГУКС это школы 59-18-16 пристройки ведутся. И 59-54 это увеличение проектной мощности. Также по линии ОГУКС проводится, планируется работать в 35-й и 6-й школе. Сейчас мы находимся на территории средней общеобразовательной школы номер 10. Школа состоит из трех блоков и рассчитана на 640 ученических мест. Если один из блоков был капитально отремонтирован несколько лет назад, то сейчас проходит реконструкция двух остальных блоков. Блок, который находится позади меня, был сдан в эксплуатацию в 1938 году. Ну а вот этот блок был построен в 1950-х годах. И с тех пор здесь ни разу не проводилось более-менее капитального ремонта. Школа, по словам ее директора, перегружена. Вместо проектных 640 учеников здесь на сегодня обучается 942. Есть классы, где находится по 43 ребенка. С 1 апреля, когда и началась здесь реконструкция, начальную школу временно разместили в 46-й школе. В связи с ремонтом, значит, наша начальная школа, первый, четвертый класс, значит, разместили в 46-й школе. Они там обучаются. У нас в новом корпусе остались 5-й и 11-й класс. И техника, вот там отдельный вход, поэтому никак не соприкасается со строителями. После реконструкции ожидается, что эта школа будет, конечно, совершенно новая, со всем оборудованием внутренним. По словам директора стройкомпании-подрядчика, объем работ сопоставим с возведением новой школы. Демонтируют не только старую отделку и крышу. В старом здании, как оказалось, деревянные перекрытия, которые тоже предстоит заменить. Скапываем фундамент, усиливаем арматурой сетку и бетонируем фундамент с двух сторон. Делаем усиление фундамента. После чего стены с двух сторон тоже обтягиваем сеткой ВР-5 и наносим с двух сторон торкрет-шубой. Это смесь бетона, набрызгивается на стены, и получаются бетонные стены. После чего штукатурятся стены под отделку. Плиты перекрытия деревянные, оказывается, здесь заменяем на двутавровые швеллера. Кроме этого, школу дополнительно планируют утеплить. Близлежащая к школе территория также будет благоустроена и озеленена. Во дворе учебного заведения будут две новые спортплощадки. Елисей Кирпиченко, Нурбек Джинни Жубекулу, НТС. В Караколе при поддержке Кумтор Голд Компани прошел необычный концерт. На сцене областного театра выступили солисты национальной филармонии имени Токтогола Сатылганова. Зрителям они представили премьеру музыкального спектакля «Через тернии к счастью». Это добрая, искренняя и жизнеутверждающая лирическая комедия с неожиданными поворотами сюжета. Ситуация вполне себе житейская. Дом в небольшом селе, вечер, неожиданно звонит телефон. На другом конце трубки по очереди оказываются пожилые родители, непутевые друзья, близкие люди, которые уехали на заработки за границу и еще много других собирательных образов. Вместе они рассказывают невымышленную историю одной семьи, а по сути целой страны. Для этого выступления солисты национальной филармонии имени Токтогола Сатылганова больше месяца буквально вживались в роль. Причем эта постановка для артистов – интересный творческий эксперимент и в определенном смысле выход из зоны комфорта, ведь нужно было органично сочетать вокал и драматургию. Народная артистка Кыргызстана Нуржамал Табалдиева уверяет – в спектакле важен каждый момент и каждая сцена. Сейчас стало лучше работать, нам хочется работать уже, потому что нам хорошее внимание уделяют правительство, президент. И я хотела бы большое спасибо сказать Тенгизу Бельтрюку, потому что он нас приглашал в этот концерт, и мы с удовольствием будем сегодня это представление показывать. Режиссер спектакля Алтынбек Максутов считает, что пьеса «Через стерни и к счастью» – это история о каждом из нас. В поисках ответа на вопрос, что делает человека счастливым, он заставляет героев открыться по-новому, переосмыслить какие-то важные в их жизни вещи. А ответ, как обычно, оказывается на поверхности. Чтобы быть счастливым, нужно любить свою страну, семью и традиции. Я уверен, тот факт, что государство и компания Кумтор сегодня активно помогают в сфере культуры, для артистов является очень важным стимулом работать дальше и больше. Это очень нужная поддержка. Более того, сейчас наш народ остро нуждается в духовном развитии. Спектакль получился ярким, интересным и с юмором, что по достоинству оценили зрители. Под закрывающийся занавес артистов провожали аплодисментами. Алли Дуткуджев – это особый артист такого жанра. Поэтому для народа, мне кажется, это как раз в точку нужно. Поэтому Кумтор мы решили поддержать, эту инициативу. Я думаю, мы такие концерты будем проводить. Тем более, сейчас столько хороших событий, о чем я сказал, в апреле повышение заработной платы людям искусства, культуры, нашим учителям, врачам. Думаю, вот это все вместе, когда дух народа поддерживаем, мы об этом говорим, о настроении людей. Именно культура воспитывает духовные качества человека. Поэтому мы благодарим всех, кто принимал участие в организации этого замечательного концерта. Таких культурных мероприятий должно быть как можно больше. И сам спектакль и его премьера стали возможны благодаря поддержке Кумтор Голд Компани, которую компания сегодня активно оказывает проектам в области культуры и искусства. В Каракол гости привезли не только спектакль, но и художественную выставку. Новые соревнования, новые победы. Наши спортсменки по женской борьбе получили две медали на турнире в США. По информации тренера девушек Усена Рысколова, серебро смогла получить о руке Кадырбек Кызы в весе 55 килограммов, а бронзу Танчолпон Кыбалбекова в весе 58 килограммов. Состязание проходило в штате Нью-Йорк в городе Олбани. Эти соревнования являются международными, так как в них принимают участие борцы из 19 государств. Обе девушки считаются молодыми и перспективными. Им немного не хватило до победы, но все впереди, отмечают тренеры. Однако девочкам уже есть чем похвастать. На счету, например, Танчолпон Кыбалбековой. Пятая строчка на чемпионате мира среди кадетов. В составе команды из нашей страны в США ездили 9 спортсменок в возрасте от 14 до 18 лет. Все они воспитанницы детско-юношеской спортивной школы Олимпийского резерва. И на этом наш выпуск завершен. Мы благодарим вас за внимание. Далее вас ждет прогноз погоды на завтра. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова